Всем привет! Меня зовут Лада Задонская, я мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, участница Олимпийских игр Сочи-2014. Закончив конькобежный спорт, я себя пробую в новой роли интервьюеры, и сегодня с Артёмом Золотарёвым мы приехали в Коломну для того, чтобы заснять некоторых ребят из группы Дмитрия Дорофеева, которые сейчас находятся на централизованной подготовке в сборной команде Российской Федерации. Пошёл там какой-то рост, гормон, ещё что-то, и начал очень быстро прогрессировать и показывать большие результаты. Никто не почувствовал то, что мы на Олимпиаде. Мы просто куда-то приехали. Ехал за медалью, был способен взять медаль. Условно говоря, есть плюс-минус, ноль, остаётся нулём. Победа, она ничему тебя не научит. Ты выиграл, это уже результат твоей работы, а проигрыши — это и есть те самые уроки, которые к победе приводят. Отсутствие международных стартов очень сильно бьёт по спортсменам. Если у одного что-то в голове, какие-то сомнения, они сразу передаются всем. Есть мысли, что я в принципе не выйду на международную арену до конца карьеры. Нужно найти какой-то определённый формат и снимать уже его многосерийно. Нелюбимый каток. Нелюбимый каток, конечно, есть. Давайте вспомним. Всем привет, это Блог о коньках, и в этом видео мы берём и даём интервью. Сегодня в нашей мобильной студии Артём Арефьев, победитель Кубков мира взрослых, призёр чемпионата мира юниорских. И мы сейчас находимся, так скажем, в российской мекке конькобежного спорта, в конькобежном центре Коломна. Артём, расскажи нам, пожалуйста, ты родился в спортивной семье. У тебя папа конькобежец, а мама лыжница. Почему ты всё-таки выбрал коньки? Я это связываю с тем, что так сложились обстоятельства. Я перепробовал много всего, и хоккей три года жизни у меня забрал, лыжи несколько лет, боевые искусства различные, самбо, дзюдо и карате. По каким-то даже умудрялся разряды получать. Коньке пришёл в 11 лет, потому что, опять же, политика родителей заключалась в том, что ребёнок должен чем-то заниматься, поэтому мы ещё не попробовали конькобежку, а у нас ей кто-то занимался, давай тебе туда. Да. И всё. И, видимо, так сложилось то, что в 11 лет, когда я туда пришёл, пошёл там какой-то рост, гормон, ещё что-то, и начал очень быстро прогрессировать и показывать большие результаты. Даже относительно тех ребят, которые старше меня. Вот и так что-то всё завязалось. А когда ты был маленьким, сначала тебя привели в хоккей родители? Самая первая секция была хоккей, да. Это было ещё до моего поступления в школу. Я вот что-то даже припоминаю, что когда я в школу поступил, я уже, по-моему, даже закончил с хоккеем. Ну, либо в первом классе у меня хоккей оборвался. Но всё началось с него, да. Ты начал тренироваться в Череповце. Потом далее ты попал в Москву, к Лаленкову, Евгению. Верно? Да. А сначала, или в училище сначала? Это синонимы. Синонимы, да. Синонимы, да. Синонимы, да. Далее ты проделал свой путь и всё-таки попал в сборную России Дмитрию Дорофееву. Расскажи, с каким тренером тебе было комфортно тренироваться и вообще где тебе нравилось больше? У меня, получается, ещё одна была промежуточная остановка до того, как я в основную команду попал. Это Питер, Санкт-Петербург. Получается, что мой путь состоял из Череповец, Москва, Питер и в конце уже, соответственно, сборная. Комфортнее всего, наверное, было работать с первым тренером, потому что, ну, это как первая любовь, я не знаю, как первая машина. И, в принципе, там отношения были достаточно понимающие. То есть тренер делал очень большие скидки на особенности моего характера, более того, подросткового. Поэтому он меня хорошо знает, я его хорошо знаю. Но я прекрасно понимаю то, что вообще без сомнений, что наиболее эффективная работа и наиболее нацеленная на получение результата, и в итоге работа, благодаря которой ты этот результат и получаешь, она ведётся в сборной команде России с Дмитрием Дорофеевым. Если ещё заслуги тренера, то я бы хотел Кичигина, Олега отметить, это вот питерский тренер. Мы с ним в плотной связке провели всего полгода, плюс-минус. Но именно за эти полгода он смог довести всё то, что осталось после Калинина и Лаленкова, до такого состояния, чтобы я мог ехать на первенство мира и занимать медали. Бывают такие моменты, согласно с тобой, когда ты переходишь к другому тренеру, и он тебе вроде бы что-то маленькое такое говорит, подправляет, и до тебя как-то это доходит, да, и у тебя уровень растёт. Даже сам не понимаешь, вроде бы он сказал всё то же самое, но какими-то другими словами, а в итоге это выливается в результат. На Олимпиаде ты был лучшим из наших. Как ты вообще характеризуешь Олимпиаду в Пекине? Ты удовлетворён результатом или нет? Тяжело ли тебе было бежать при пустых трибунах в вот этих антиковидных условиях? Очень много размышлений было после Олимпиады на тему того, что произошло. Естественно, ехал за медалью, был способен взять медаль, но не получилось. И сразу все вот эти вот вопросы, почему так, за что, я же там столько работал и так далее. То, что был лучшим из наших, это звучит красиво, но по факту это, условно говоря, есть плюс-минус, ноль, остаётся нулём. Пришёл в итоге к тому, что прошлое не изменить, просто потому что оно случилось, это уже значит то, что оно правильное. Значит, почему-то, зачем-то как-то это всё, если уже произошло, значит, оно нужно было. И на самом деле очень большую трансформацию пришлось перенести после Олимпиады, потому что победа, она ничему тебя не научит. Ты выиграл, это уже результат твоей работы, а проигрыши, это и есть те самые уроки, которые к победе приводят. Так что просто съездил, получил очень хороший урок, который не только в спорте применим, но и в принципе по жизни. А сама Олимпиада как прошла, вот на твой взгляд? Понравилась тебе? Почувствовал ли ты истинный дух этот олимпийский? Еда, еда не понравилась. Я не знаю почему, она была отвратительная. Там, ну, в принципе, у азиатов с кухней какие-то отношения очень интересные, они там то мышей жрут потом у нас проблемы на весь мир, то ещё какая-то история. Еда не понравилась, а всё остальное было в меньшей, наверное, степени вот этого вот удивления относительно прошлых Олимпиад. Очень интересный факт ещё был в том, что ковид, людей нет, все в масках, там каждый день нужно было ПЦР издавать. Я уже точно не помню всех этих моментов, это сколько, почти два года назад было, но очень было всё сдержано, то есть каких-то эмоциональных там всплесков, ещё чего-то не было. Открытие на открытие я вообще не пошёл там, потому что у нас тренировка ещё чего-то, то есть, ну, мандража какого-то особенного тоже не было. Ну, вот когда бывает, приезжаешь в деревню, там и стены дрожат, потому что все в шоке. Нет, такого тоже не было. И в итоге мы даже между собой, вот я, насколько помню, с пацанами общались, так никто не почувствовал то, что мы на Олимпиаде. Мы просто куда-то приехали. Почувствовалось только большое напряжение в день старта уже. Как вчера Витя сказал, что, в принципе, нам, говорит, не привыкать, у нас вид спорта не совсем популярный, и мы часто выступаем при пустых трибунах, поэтому, говорит, на Олимпиаде это было такое, как бы, не суперисключение. Ну, типа, день забега – это вообще другое. А, соответственно, день, ну, дни перед забегом, я сейчас больше про них говорил, потому что день забега, мне кажется, его даже, да даже нет смысла описывать, потому что всё равно люди не поймут. Это нужно там оказаться, это нужно прожить, и только тогда есть смысл это с человеком обсудить, что вообще это было. А вот, а если человек просто смотрит, то по телевизору или даже родственники, это бесполезно объяснять. У тебя есть какие-то ритуалы перед стартом или в день старт, там, что-то особенное позавтракать или, не знаю, кольцо поцеловать перед стартом, что-нибудь такое? Ритуалов у меня нет, вообще абсолютно никаких, потому что ты создаёшь себе таким образом привязку к чему-то, и если вдруг ты забыл или нет возможности это сделать, то это тебя может раскоординировать. А это может случиться, ну, вообще в любой момент, в любом месте, это может быть важный старт, неважный, то есть ты просто нагружаешь себя дополнительной операционной деятельностью, свою голову нагружаешь в день старта. Зачем это нужно? То есть у тебя всё, холодная голова, да, и ты выходишь на старт, как говорится? Ну, это универсальный рецепт. Иногда не всегда получается ему следовать, но если получается, как правило, я выигрываю. А вот у тебя носки разные, покажи нам в камеру. Это так надо? Это привычка, это уже просто привычка. Она взяла в свои корни, пустила ещё в классе, наверное, в восьмом или в седьмом, когда я ещё в Череповце был. Это связано с тем, что я где-то прочитал, что за жизнь, ну, мы же тратим время на всякую фигню, там, условно говоря, стоять в пробке несколько лет за жизнь, спим там сколько-то лет за жизнь, и на сортировку носков мы тратим до двух недель за жизнь. Вот я тогда это прочитал. Естественно, это ничем не проверено, никем не доказано и вообще непонятно, так это или нет, но тогда я начал носить разные носки, чтобы выделиться и всем рассказывать о том, что вот из-за этого я их ношу. А всё, потом это стало привычкой и мне стало это удобно. У меня дома мешок с носками, то есть я их стираю, развешиваю и потом просто все вот так вот сгребаю и закидываю в этот мешок. И когда мне надо что-то куда-то пойти, я уже из него достаю. И я вот сейчас вижу, думаю, интересно, а если бы вот мне приходилось каждый раз, когда я их там развесил, вот так их взять, соединить, снова взять, соединить и разложить по ящикам или в тот же мешок положить, ну, наверное, да, наверное, это было бы, это больше времени занимало бы. Короче, это мой рецепт упрощения жизни. Я вообще, кстати, жизнь упрощать люблю очень сильно. Я ненавижу мыть посуду, поэтому я готовлю в фольгированных металлических противнях, если готовлю. Если я ем, то я часто стелю пленку, ну, как не полиэтиленовую, ну, короче, пленку пищевую стелю, да, на тарелку, и потом просто ее выкидываю. У меня дома робот-пылесос, потому что я полы мыть ненавижу. И что у меня еще? Алиса у меня цвет включает. Чтобы мне лень встать с кровати и дойти до выключателя, я ее прошу. Короче, в этом плане можно много фишек у меня понахвататься прикольных. Такой у тебя режим экономии. Ты ведешь свой блог. Мне кажется, там тоже можно поделиться вот этим вот. У тебя свой канал на Ютубе, верно? Ты снимаешь очень интересные видео. Не знаю, мое любимое, наверное, это где вы перетягиваете машины поворотом, когда ходите. Расскажи вообще, как тебе приходят мысли снимать вот эти вот сюжеты и воплотить их в жизнь? Как приходят мысли? Я не знаю. Это... Как озарение? Ну, это просто, да, это вот тебе в голову кто-то что-то кладет. У тебя это просто там со временем появляется. Ну, если ты отдаешь энергию на получение какой-то информации, то рано или поздно она начнет там появляться. Другой вопрос в том, что это очень энергозатратный процесс. И, то есть, иногда же бывает вообще в голову ничего не лезет. То есть, надо себя садиться, заставлять думать. А иногда, когда заставляешь, плохо получается. Поэтому не так часто хорошие именно идеи приходят в голову. И я здесь все-таки считаю, что нужно найти какой-то определенный формат и снимать уже его многосерийно, чтобы зритель привязывался к нему. Потому что набирать аудиторию, не имея конкретного формата, очень сложно. Но из тех видосов, которыми я больше всего горжусь, наверное, это видео с разгоном за Кадиллаком, где я 110 разогнался на велосипеде. Я, кстати, недавно ездил кататься на лыжах, на горных. Я разогнался 110 на горных лыжах. Это вот следующий видос, который будет. Вот тоже магия цифр. Тут 110, там 110. Как-то оно все это очень удачно компонуется. Очень много требует этот блок ресурсов. Денег это 100%. То есть я, к сожалению, я перфекционист. Я не могу сделать... Я даже если сделаю плохо, то я просто не выложу. А блогинг, он требует постоянства и очень большого напора. То есть не надо делать идеально, надо делать как получится и как можно больше. Короче, это не мой путь, и поэтому для меня вести блог – это очень трудоемкая задача. Ну, видео у тебя, правда, интересные. Я даже смотрела. Эмма Гаджи выкладывала тоже у себя в сториз, репостила тебя. Мы тоже как-то стараемся вот это поддерживать, чтобы тебя смотрели. Очень интересно. А вот прошлый сезон такой, да, был экспериментальный, можно так сказать, без международных стартов. Где ты находил мотивацию вообще тренироваться, выходить на старт и показывать какой-то результат? Тяжело ли было тебе? В прошлом сезоне, да, было сложно. Но, короче, сначала фокус внимания все равно на блог смертился. Потому что, ну что, если нет международных стартов, то смысл. Это вот когда был ковидный год. Я не знаю, люди могут говорить все, что угодно, но отсутствие международных стартов очень сильно бьет по спортсменам. Потому что вот ковидный год, когда полсезона не было стартов и непонятно будут они вообще начинаться или нет международные, там начался вообще сразу упадок сил внутри команды, соответственно, снижение фокуса. Непонятно зачем, что мы делаем и так далее. Для чего, для каких там целей, достижений. Одно дело медали, ну кто-то за медали, там же еще деньги за них платят. Это у всех свои цели, там кому-то дом строить, кому-то семью содержать и так далее. А мы работаем, вроде бы то же самое, но как будто бы в холостую. И вот эти все мысли, сомнения и так далее, они негативно сказываются на всех. Потому что это такая машина, сборная команды России. Вот несмотря на то, что вид спорта индивидуальный, если у одного что-то в голове, какие-то сомнения, они сразу передаются всем. А это губительно, сразу моментально все потухает, никакой жизни, никакой энергии. И очень сложно в таких условиях результат показывать. Потому что ты выходишь на старт, и ты стоишь, и ничего не чувствуешь. То есть тебя обгоняют люди, которые вообще с тобой рядом быть не должны даже. А они тебя мало того, что рядом с тобой, они еще и обгоняют тебя. А ты не чувствуешь ничего. Ты не хочешь с ними соревноваться, тебе неинтересно. Это вот у Паши, я точно знаю, такая проблема есть, то, что азарт должен быть в соревновании. Не должно быть такого, что ты как из-под палки на каторгу пошел бегать, условно говоря. Потому что можно, можно в таком режиме тренироваться. Я думаю, что многие люди, которые со спортом не связаны, они этого и ждут от спортсменов. Что он будет выходить, а чиновники и все остальные, кто не понимает, что такое спорт. А по факту это... Мы не машины. Мы не машины, да. Нужны эмоции в любом случае. И мне, конечно, в том сезоне этих эмоций не хватало, но я вообще провалился на токов результатах, что я спустился на юниорский уровень. Это... Я сам это все отслеживал. Ну, то есть, как бы свое состояние, еще что-то... Я в как... Ну, сначала я думал, да ладно, что, сейчас я же там 4-0 бежал, там бежал, тут бежал. А потом в какой-то момент я понимаю, о, а я уже не могу. То есть, я сейчас в момент, когда я захотел выдать, а я не могу, мне нечего выдавать. Ну, вот в итоге все, естественно, растерял за прошлый сезон. Но это нормально, то есть, это просто жизнь, процесс, да, это рабочий момент, особенно в такой сезон, это вообще... Слава богу, что не закончил никто, между нами говоря. Сейчас просто заново набираем. Я уже понял, что это надолго, это, ну, дай бог, через 5 лет рассосется, а я вообще уже не... Ну, есть мысли, что я, в принципе, не выйду на международную арену до конца карьеры. То есть, я уже как-то с ними уже стараюсь ужиться, их переварить на случай, если действительно так будет. Но сейчас пытаются все-таки что-то организовать, какие-то вот там были, да, российско-китайские игры, сейчас хотят организовать игры стран БРИКС и так далее. То есть, я думаю, что все равно со временем что-то будет. Я думаю, на твой век еще будут международные соревнования, да. А вот об эмоциях, скажи, какая у тебя была самая такая яркая и запоминающаяся победа? Самая яркая и запоминающаяся? Наверное, первая, как и со всем первым. Это маленький был еще? Нет, это... А, ты имеешь в виду вообще? Вообще-вообще, да. Вообще-вообще. Когда ты, знаешь, там, поверил в себя, да, ты выиграл какие-то старты, и я могу, и все, и там, с какого-то этапа... Ну, допустим, в моей карьере было несколько таких моментов, а вот у тебя как? Наверное, это случай, когда... В общем, я всегда очень четко могу предсказать свои секунды. И это, на самом деле, большая проблема. Потому что я, если вижу то, что этих секунд не хватит, чтобы победить, я начинаю себя расшатывать, нервничать им и так далее. Это иногда мешает, когда их не хватает для того, чтобы выиграть. Но, как правило, хватает, поэтому я от этой привычки избавляться не спешу. Самая запоминающаяся победа была тогда, когда я эти секунды перебил и выиграл с большим достаточно отрывом. Это был как раз ковидный год, Херенвен, Кубок Мира мой первый, который я выиграл. Тогда еще лично рекорд поставил, и лучший результат сезона в мире у меня был на тот момент. Да, я помню, это было фееричным, на самом деле. Первая, по-моему, кстати, победа вообще в международном сезоне от российской команды была. Ну, вот конькобежные именно. Ты любишь каток Херенвен? Да, очень. Это потрясающее место. Оно, я не знаю, такого в мире нету нигде больше. Мне кажется, как я сказала, да, российская мека в Коломне, а международная мировая мека в Херенвене. Я не знаю, почему. Не из-за качества льда феноменального, но ему надо должное отдать. Не из-за там, короче, не из-за технической составляющей катка он мне так нравится, а просто из-за того, где он находится, как там все вокруг. И место реально заколдованное. Не знаю, не могу по-другому сказать. Ну, атмосфера, да? Да, да. Такая там какая-то необычная, нереальная, да, я тоже люблю. А есть у тебя какой-то нелюбимый каток? Нелюбимый каток, конечно, есть. Давайте вспомним. Челябинск. Ты не первый вопрос, кто такой. Мне Челябинск вообще мало кому нравится, откровенно говоря. Ну, именно каток. Потому что там тоже своя магия, только она почему-то в обратную сторону работает. То ли лед там не так заливает. Я не знаю, в чем там делать. Но Челябинск не будет обижаться на нас. Нет, я надеюсь... Нет, ребят, я надеюсь, Челябинск не будет обижаться, потому что это не... Это, во-первых, личные отношения и мнения человека к каждому. Каждый человек имеет право на это мнение. И это просто, исходя из количества голосов, которые это говорят, ну, это объективное мнение. Для меня он очень холодный. Очень холодный. Почему-то все травятся там, тоже вопрос. Но это ладно, это можно там списать на здоровье, где-то кто-то что-то не то съел и так далее. Очень медленный лед. Очень тяжело себя там раскачать, заставить бежать. И тренироваться там супер. То есть там из-за того, что более медленный лед, да, ты после Челябинска приезжаешь куда-то, все, ты летишь, вау, у тебя крылья. Как после Калгори. Да-да-да-да-да-да. Это как вот на высоту приехать, вернуться из Челябинска куда-то. Но бежать очень тяжело. А международные катки? Из международных до Польши, наверное. Томашов? Да. Но и Польша тоже... Польша, короче, еще из-за того, что вокруг. Потому что каток находится в таком месте, очень сером, мрачном и холодном. Ну и я так понимаю, что Томашов – это город, ну это точно не какой-то мегаполис или еще что-то. Это ближе к деревенскому такому стилю. Эта деревня, она очень неаккуратная. То есть это не какой-нибудь пинцель, где там вообще все просто потрясающе. Да, так классно. Я бежала в Томашове еще, когда там был открытый каток. Там был какой-то то ли угольный завод, и все время на лед вот это оседало. О, это в Череповце у нас такое было. Мы катались в Череповце, и у нас летел вот этот вот, короче, с завода сверстали структы металлической, пепел, еще что-то. Короче, неприятно было. Тормозило? Конечно, лезвие сразу в ноль. Я поэтому сейчас даже не выхожу на Череповецкий лед, даже если есть возможность, потому что я понимаю, что сразу коньки перетачивать, все надо заново и так далее. Череповецкий вот каток, кстати, тоже. Он очень тяжелый, но много приятных воспоминаний у меня с ним связано, поэтому я как-то еще могу ему скидку сделать небольшую, несмотря на то, что там дорожка 333 метра, еще что-то. Вот, то есть там своя история. А так, что еще? Наверное, не вспомню больше никакого. Такого прям, что вот место, ну вот бывает иногда, смотришь там на график соревнований, видишь это место и такой, ну нет, ну почему туда? Да, или про вот как раз Томашов, еще что-то, как чемпионат первенства юниоров у нас было в Томашове, потом каждый год кубки были в Томашове, есть же прекрасные какие-то Мастана, Нагана, да, далеко лететь, что-то, но там просто шикарно. Да, даже Алмата. Да. Тоже классный был в Алмате? Подожди. Алмата-Казахстан? Нет. Алмата-Казахстан, это который на высоте находится, открытый каток, безумно красивый, в горах. Как же он называется? Мидео. Мидео, да, не, в Мидео не был, но я бы с удовольствием покатался там. Да. Не знаю, надеюсь, представиться возможно. Там, говорят, воронка вот так вот крутит ветер. В какой-то период часовой там, да. То есть там вообще можно космические результаты показывать. Переходим к Блиц-вопросам. С тобой очень интересно беседовать. Скажи Блиц-вопрос, да, одним словом, короткой фразой. Что для тебя конькобежный спорт? Работа. Самая запоминающая фраза от твоего тренера, от любого? Сделай все, что можешь, и будь что будет. Самая зрелищная дистанция? Марафон, 100 кругов. 500-ка, конечно. И пожелания детям, родителям, которые занимаются коньками. Такой непростой период, так скажем. Родителям обратите внимание на наличие или отсутствие таланта у своего ребенка и принимайте правильные решения по его дальнейшей жизни. Может он что-то в коньках или нет. Остальные идите учиться. А детям, которые занимаются? Это детям, идите учиться. Хорошо. Если родитель увидит талант в ребенке, и там тренер заметит, еще что-то, тогда думайте, куда, как, может быть, действительно стоит в спорт попробовать. Но если ты в коньках ничего не добился, то ты в итоге попадаешь в ловушку, где сидишь на зарплате там 15 тысяч в месяц, если повезет, и работаешь, 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 и проводишь сезон за сезоном в таком режиме, в котором я провел прошлый сезон. Ты каждый год думаешь, что сейчас пойдет, не идет, можешь тебя заставить, тяжело соревноваться, нет эмоций, проигрываешь и так далее. Ничего хорошего в этом нет, лучше идти учиться. У меня у самого был выбор, на самом деле. Я же... Учислили дальше? Да, да, да. Я готовился к поступлению в высшую школу экономики. У меня дядя там преподавал до определенного момента. Была развилка, то есть либо учеба, либо коньки. Потом в какой-то момент уже посреди карьеры, когда вот Сладенковым я занимался, я хотел закончить. Очень был решительно настроен уехать учиться за границу. Уже там экзамены ходил, сдавал, Лайлдс, вот эта вся история. Тоже сомнения. Но тут как бы благодаря родителям я не закончил. То есть вот здесь важна слаженная работа всех звеньев и механизмов. Если бы я был чуть менее талантливый, я уверен, что на 100%, что меня бы отправили туда и еще бы чемодан не собрали. Спасибо, Артем, большое тебе за интервью. На самом деле с тобой очень интересно беседовать. Я бы еще как-нибудь побеседовала и другие эти вопросы позадавала. Наш блог, мы будем его продолжать вести. Всем пока. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно напишите, кто бы вам еще был интересен. Потому что пока есть возможность снимать, мы можем этот ваш интерес немножечко, так сказать, удовлетворить. Поэтому не стесняйтесь. Я ругаться в комментариях больше не буду. Но это не точно. Но это не точно. Это ой как не точно.